Что вам нравится в Ксении как в женщине? Женщина. Она очень-очень женщина. Для меня другие женщины, в принципе, по жизни с моей женой, они существуют как украшения, а не как объект желания. Кто вы? Элиты – это люди, обладающие определенными, ну, если угодно, генетическими, качественными. Вот эта внутренняя потребность совершенствования – эти люди, собственно, и меняют мир. Адрес манифеста к людям, свободным от каких-то установок. Плохому человеку искусство ничего не научит. Импотенты. Не надо бояться темной страны. Сало с черным клепом. Как я вас понимаю. Это самое на подводочку, это самое прямо прекрасное, что может быть на свете. И это было так страшно. Это было безумно страшно. Тот, кто ищет, тот спасется. Сегодняшним нашим героям мы очень долго договаривались об интервью. Он очень востребованный персонаж. И мы решили приехать к нему сами. Мастер эпатажа. Автор самых неоднозначных постановок классики. Театральный режиссер Константин Богомолов ждет нас на Малой Бронне. Мы находимся в репетиционном зале театра. Именно здесь рождается все то, о чем будет говорить Москва еще очень-очень долго. Здесь режиссер Богомолов творит свои истории. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Это вот шумы, связанные с ремонтом театра, который находится в процессе. Может быть, это как-то оживит даже нашу историю. Это неизбежная сейчас ситуация. Мы репетируем в шумах, мы репетируем в каких-то бесконечных ремонтных звуках, дрелях, штукатуре. Все прочее, процесс ремонта идет вовсю, потому что мы буквально через несколько месяцев должны сыграть открытие. Новоселье должно произойти. И одновременно репетиционный процесс тоже здесь идет, он не останавливается. Приглашаем зрителя в обновленный театр? Да, приглашаем зрителя в обновленный театр, обновленную труппу, обновленный репертуар. Здесь все будет новое. Обновленный менеджмент театра. За два года, конечно, здесь произошли радикальные изменения, которые, на мой взгляд, были необходимы этому театру. Но они не останавливаются. Театр не та структура, которая может сдаться под ключ и дальше давайте ее эксплуатировать. Здесь постоянно необходим такой процесс реформирования, потому что театр такая вещь, которая имеет свойство почивать на лаврах. Вообще любой художник имеет свойство такое почивать на лаврах, тем более артисты. Люди зависимые от аплодисментов и успеха. Если этот успех случается, они сразу расслабляются. Поэтому театр такое место, где все время нужно отказываться от всего, что достигнуто, и искать каких-то новых вершин. Получается так, что театр никогда не может почить на лаврах, поскольку и актер, и режиссер каждый раз должны доказывать, что они могут. Да, тем более в Москве, в городе, в котором такое количество театров, такое количество успешных и неуспешных проектов, такое количество всевозможных событий. И драматическому театру в Москве жить очень непросто, на самом деле. Конкуренция высочайшая. Только супертребования к себе позволяют выживать. Только вот состояние непокоя. Это неплохо, потому что это воспитывает некое бесстрашие по отношению к конкуренции. Воспитывает в тебе понимание того, что без конкуренции ты сам не сможешь выживать. Конкуренция необходима. А что послужило тому, что русский театр опять вернулся в авангард? Вы знаете, я думаю, что, с одной стороны, момент кризиса, который был преодолен, кризис 90-х годов, я думаю, вы помните прекрасно, когда случился, в общем, ад, и вместо крутого театра и крутого кино, которое было в Советском Союзе, воцарился такой антрепризный вариант театра на двух стульях, на потребу публики с дешевыми комедиями, и бесконечное количество и киноподелок аналогичного свойства, вот, анекдотического иногда свойства. 90-е годы, бедные годы, тяжелые годы, и люди выживали как могли. И театр кино превратилась для артистов и для режиссеров в способ зарабатывания денег, а не в способ реализации своих каких-то творческих идей, амбиций. Наверное, какой-то такой нефтяной экономический бум, большие денежные вложения со стороны государства, которые начали осуществляться в сферу театра и кино в нулевые годы, в существенной степени исправили эту ситуацию. Потому что появились деньги заниматься искусством, появились деньги заниматься реализацией мечтаний творческих, появился стыд за то, что делалось. Он вернулся, скажем так. Человек насытился, художник немножко насытился, и стало немножко стыдно за то, что так и занижалась планка творчества. Очень много стало привозиться западных спектаклей. И молодые режиссеры, и немолодые режиссеры, и актеры, они, видя этот гигантский, невероятный объем мирового театра, они стали это впитывать. Вообще, свойства русского характера и русской культуры, об этом еще Достоевский писал, вот это ее в хорошем смысле всеядность. Русская культура и русский характер очень активно и очень интенсивно впитывают все самое крутое, интересное, очень в хорошем смысле подражательное. Забирают себе и выдают что-то новое. Это такое крутое свойство русской культуры. Благодаря этому, наверное, у нас, мы не имея никакой, в общем, существенной художественной авторской литературы в XIX веке, внезапно подарили миру ведущую мировую литературу, русскую литературу. Ни с чего, ни откуда это выросло, непонятно как. Вот эта невероятная ситуация расцвета, который был в XIX веке русской культуры, связан, конечно, в первую очередь с каким-то национальным свойством вот этой подражательности, крутой подражательности. Она ведь детская подражательность. Русский человек, он очень детскими глазами смотрит на окружающий его мир и такими детскими, широко открытыми глазами смотрит на чудеса мира, на достижения мира и хочет им подражать. Это позволяет ему бескорыстно, счастливо удивляться лучшему, что есть вокруг него и забирать это себе, как ребенку. Забирать и обучаться стремительно этому. И выращивать из этого что-то свое. Вообще, вот это миметическое свойство, свойство подражательности, это важнейшее свойство для художника. На этом, собственно, и строится настоящее творчество. Потому что мы подражаем тому, что мы чувствуем в себе. Когда мы видим что-то, нам это нравится, мы смотрим на это, как на отражение себя. И мы хотим скорее это открыть в себе. И в себе открыть тот же дар, тот же талант, его развить. Мне кажется, что это удивление, которое произошло в 10-е годы, благодаря хлынувшему в нас театральному потоку всякой разной интересной очень театральной продукции, невероятного польского театра, немецкого театра, французского театра, японского театра, корейского и так далее, и так далее. У нас же выросло большое количество фестивалей. Чеховский фестиваль, фестиваль НЭД, фестиваль территории. Масса замечательных фестивалей стали привозить спектакли. Стало приезжать много режиссеров на постановки. В Театре наций за годы перебывали все ведущие мировые режиссеры. Вот мы смотрим на какое-то замечательное произведение искусства, и мы вычленяем то, что классно в нем, а то, что не очень, мы как-то так. Мне очень нравится то, что происходит сегодня в Русском театре. Одновременно это прямо предъявляет большие требования к человеку, который им занимается, потому что надо соответствовать. У меня по этому поводу как раз вопрос. А что из того, что вами уже создано, вам наиболее дорого? А вы знаете, у меня нет такого ощущения, что что-то наиболее дорого. Конечно, есть амбиции создавать что-то крутое, классное, но я не пытаюсь плевать в вечность. Я, в общем-то, понимаю, что я в профессии все равно остаюсь учеником. Я понимаю, что я многого не понимаю. То есть я многое понял, многое для себя открыл, но я очень многого не понимаю. И то, что я и открываю, оно все равно в какой-то момент устаревает. Время идет вперед, и надо ему соответствовать как-то. Появляются новые идеи, новые ощущения, новые чувствования, новые технологии. Я люблю больше всего тот спектакль, который последний. Но эта любовь, она только до того момента, пока я не начал репетировать новый. Когда я начинаю репетировать новый, все мои мысли уже о новом спектакле. И я понимаю, что я быстро вырастаю из прежних штанов. Мне иногда трудно смотреть старые спектакли, потому что я вижу много каких-то вещей, которые уже не соответствуют мне сегодняшнему. Но, тем не менее, это факт моей жизни. И если этот спектакль успешный, и идут, и собирают зрителей, и слава богу. Есть один спектакль, который идет 20 лет, андрей призный, который я прям на него один раз посмотрел. Какое-то время назад думаю, господи Иисусе, не дай боже еще раз это посмотреть. Поэтому нет, я достаточно спокойно отношусь к своему творчеству. Другое дело, что есть спектакли, с которыми связаны счастливые мгновения какие-то. Энергетические счастливые мгновения, есть мучительные мгновения. Вот у меня, например, Карамазовы в Амхате были мучением. Помимо того, что с ними был связан скандал определенный, я ушел из театра. Вернулся туда только спустя год почти. Это было мучение, мучительные репетиции, очень трудные, изматывающие. Какая-то нерадостная была обстановка в коллективе. Всем было трудно, никто не понимал, чего я хочу. Я сам иногда не понимал, чего я хочу и так далее. А идеальный муж, который за полгода до Карамазовых вышел в Амхате, это было время репетиции абсолютного счастья. И это счастье, как будто оно впиталось в спектакль, оно впиталось в команду. И люди, которые там... Вот почему сейчас, когда такое произошло странное прощание, которое обернулось каким-то странным воскресением. Когда было это прощание, действительно, мы плакали. Для всех это был какой-то момент такого расставания не просто с любимым спектаклем, а расставанием с волшебным временем, с каким-то... Вот с тем объектом, в котором концентрировалось воспоминание о счастье вот этого временного периода репетиции. Мы репетировали в Амхате с утра до вечера, допоздна. Были все воодушевлены, ощущали, что мы делаем какую-то революцию, прорыв, там, вот это все. И ходили в театр такой командой, особенной командой, на нас все смотрели, что-то они там замышляют, какие-то слухи разносились по театру, что происходит. А мы как бы вот этой такой командой чувствовали себя какими-то, значит, подрывниками, какими-то, значит, бригадой какой-то такой террористической внутри театра, которая сейчас замышляет какую-то невероятную историю. Поэтому вот эти времена счастья, они, конечно, вот переживания, которые связаны со спектаклем, знаете, как это ни странно звучит, они иногда важнее, чем сам спектакль. То, что было связано с репетициями, с командой, с какими-то моментами иногда прихода каких-то людей на этот спектакль, спектакль, там, общение какого-то, это зачастую важнее. Потому что спектакль, театр вообще такая вещь, все минутная, он стуревает. Сегодня смотришь какие-то выдающиеся спектакли прошлого, думаешь, господи, ты столько о них слышал, но архаично же очень, очень уже не современно, очень как-то все. Вот. Вот. Но это все равно легенды. Нет, у меня нет такого прямо творчески любимого спектакля. Но есть любимые спектакли в смысле моментов счастья, которыми сопровождался их выпуск. А журналисту СНОБа в 2013, кстати, вот году, достаточно давно вы сказали, «Я не люблю современный русский подход к театру, как к кафедре, где сеются разумные, добрые и вечные». Да. Но в то же время Станиславский сказал, театр – это искусство прекрасное, оно облагораживает, воспитывает человека. Тот, кто любит театр по-настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и доброты. Я действительно не люблю… Но это не только в русском театре есть. Вот это ощущение, значит, проповедничества, менторства и кафедры. Вы же понимаете, что есть… Как есть разные учителя. Есть учителя, которые тебя обучают через диалог, через пробуждение в тебе каких-то вопросов, мыслей, споров. А есть учителя, которые поучают, поучают и поучают. Вот я не люблю в русском театре такой тортюфовщины, вот этого лицемерия проповедников. При том, что мы же понимаем, что люди, которые занимаются театром, совсем неправедники, мягко сказать, как правило. Да, чаще всего. И чаще всего, да. И уж ой, какие игруны, и уж ой, какие лицемеры, и уж ой, какие лицедии, и с нравственностью там не всё, мягко сказать. Но при этом это же люди, которые первые любят рассказать о том, как оно и что. У Бориса Васильева в повести «Вы чьё старичё?» я её вчера перечитывал. Я хочу в театре сделать, она когда-то здесь делала замечательную повесть. Там такая фраза, я её сейчас не точно воспроизведу, но суть её в том, его авторская фраза. Чем больше увядает организм, тем больше расцветает нравственность. Ну вот, поэтому вот в русском театре это очень такое, имеется такое свойство. С увяданием расцветает, значит, нравственность. Театр очень интересная вещь, очень про жизнь, очень про наслаждение жизни, про счастье жизни. Может искусство учить? Да, конечно, может. Но мне кажется, я вам честно скажу, что мне кажется, плохого человека искусство ничему не научит. А хорошему не превратит его в плохого, например. Быть хорошим или плохим – это свойство человека, а не то, чему можно обучить. И обучают этому, кстати, если уж обучают, не искусство, а семья, мам с папой, среда, но никак не искусство. Искусство, оно может дать пищу уму, оно может тебе задавать вопросы, сеять сомнения. Потому что самоуверенность – это величайшая прямо проблема всегда, во всем. Человек создан для того, чтобы искать, открывать, менять. И самоуверенность здесь не помогает. Самоуверенность и в нравственных вопросах не помогает. Поэтому, когда я говорю, что я против театра как кафедра, я против вот этого вульгарного, самоуверенного, самовлюбленного менторства, которым часто грешит, грешил и иногда грешит русский театр. Но этим грешит не только русский театр. Этим грешит и любой театр. И я вам скажу больше, я сегодня наблюдаю, что западный театр гораздо более менторский. Он по-другому менторский. Он не про нравственность проповедует, не про добро и зло. Он проповедует про какие-то социальные вещи. Вот прямо театр, используются сцены, используются не для высказывания художника о чем-то важном, вечном, сложном, человеческом, личном, а о том, чтобы в очередной раз рассказать, значит, на том, что нужно там быть толерантнее, терпимее, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Что касается слов Станиславского, я их отношу к людям, которые занимаются театром. Мне кажется, люди, которые занимаются театром по-настоящему искренне, они ведь действительно бескорыстны. Ужасно бескорыстное искусство. Да ты и денег здесь великих не заработаешь в театре, и риски огромные, бесконечные, и потерять работу, и не иметь работу. И успех – это не киношный успех, когда тебя на всех улицах будут узнавать, а это успех очень такой ограниченный. И мучительно это все, и репетиции долгие, и не получается часто. И главное, что сделаешь – сделаешь, потратишь на это полгода, а оно пройдет считанный там, дай бог, несколько лет, и канет в лету. Поэтому я отношу эти слова Станиславского к людям, которые занимаются театром. Мне кажется, что действительно занимаясь театром, ты можешь стать лучше, если ты занимаешься им честно. Хорошо. А как бы вы кратко могли описать, кто вы? В профессии я режиссер. Я никогда не люблю называться кем-то, кроме режиссера. Мне кажется, это такая прикладная профессиональная история. Я люблю прикладные профессиональные именования. Я не люблю вот это художник, значит, там, поэт, писатель, литерант. Режиссер – это отличная вещь, потому что такая прикладная вещь. Это как мастер там почему-то, да? А по жизни, ну, я надеюсь, я человек, а каких-то определений, какой я человек, я не стараюсь. Пытаюсь не давать себе, потому что, мне кажется, в слое человека уже сконцентрировано. А что там все сконцентрировано? То, что ты родишься, умрешь, будешь что-то делать, сомневаться, развиваться как-то. Вот, что у тебя есть голова, сердце, и что ты живешь среди других людей. Ну, вот, это самое, самое важное. Самое, вообще, трудное, мне кажется, и важное в жизни человека – это жизнь среди других людей. Вот, это самое тяжелое. Учиться жить среди людей и совладать с этой жизнью, с другими людьми – это самое трудное. Ни холод, ни голод, ни мир вокруг, ни ветер, который сегодня там на улице предупреждают об ураганах каких-то. Ни снег, ни зной, ничего. Так несложно, как окружающие тебя люди. Хорошо, давайте поговорим о людях. Вот есть такое понятие «элита». Вот для вас элита – это кто? Это что? Элита – это люди, которые имеют внутреннюю потребность к улучшению себя, продиктованную не желанием сделать карьеру, не материальным поощрением, а просто есть свыше дана эта внутренняя потребность от мамы с папой перешедшей. То есть это не политики, не бизнесмены? Нет. Элита – это люди, обладающие определенными, если угодно, генетическими качествами. Эти качества относятся не к форме черепа, не к тонкости пальцев и не к показателям здоровья, и даже не к показателям объемов мозга. А вот эта внутренняя потребность совершенствования и требовательность к себе, а как следствие к окружающему пространству, это то, что формирует особую касту людей. Эти люди могут оказаться среди власти, среди художников, среди людей, которые строят дома, подметают улицы, торгуют, все что угодно. Это очень, на самом деле, редкое и невероятно сильное энергетическое качество. Эти люди, собственно, и меняют мир. Я не люблю вот слов «элита». Ну, элита не определяется количеством денег, уж точно. Элита не определяется происхождением… Родился ты в этой семье или в другой, какое ты образование получил, это ничего не значит. Сколько языков ты знаешь, и так далее. Элиты – это и не манеры. Это все так, дешевка, по большому счету. Хорошо. Если это не подкреплено вот этим требованием к себе, самосовершенствованием. И оно бескомпромиссное. Это в определенной степени зона бескомпромиссности. Такой настоящей жизненной бескомпромиссности. А еще, мне кажется, вот я много думал о том, что такое русская интеллигенция, которую, на мой взгляд, уничтожили, и она уничтожена, ее нету, объективно ее нету, в той форме, которая она существовала до 1917 года. Я думаю, что это люди, потому что, знаете, я это часто произношу. В сталинское время была сформирована интеллигенция такая подручная, такая интеллигенция такая, она была в основном сформирована, кстати, из актеров. Ну, трудно себе представить, чтобы в императорские времена актер был... Ну, это шут, это прекрасная миссия быть шутом, быть трикстером, быть такой опасной, веселой энергии. Но это никак не источник нравственных максим и жизненных максим. А в советское время это произошло. Это, конечно, сталинское деяние, назначение именно этого класса русской интеллигенции. Потому что это очень удобно. Они произносят чужие тексты. Ваш манифест – это обращение именно к элите, к интеллигенции, адрес вашего манифеста? Адрес манифеста к людям. И вы себе не представляете, сколько я получал, как режиссер и как актер, я не получал столько реакций, как на этот манифест. Правда. Люди подходят в аэропорту где-нибудь, на вокзале, на улице. И периодически подходят и говорят, вот, я видел спектакль или сериал или что-то, или выступление. А тут стали подходить и говорить молодые, причем очень много молодых людей. Подходите и говорите, слушайте, Константин, вот спасибо вам за этот текст. Спасибо. Слушайте, мне звонили из-за рубежа всякие люди. Русские люди, мигранты, находили телефон, звонили и говорили спасибо. Мне великий Херманис позвонил. Сказал, что да, поддерживает. Я в Перми репетировал оперу «Кармен» весной и после этого манифест. И молодые ребята со мной репетировали, артисты, вокалисты, музыканты. Тоже все подходят и говорят. Нет, это к людям. Это к людям, которые... К свободным людям. К свободным, знаете, от каких-то установок. А что касается молодежи, вы понимаете, это молодое поколение, оно чем-то отличается от поколения молодежи вашего времени? Оно отличается. Они быстрее растут. Они быстрее нахватываются всякой информацией. Я смотрю на мою дочь, которой 11 лет исполнилось. Конечно, ее 11 лет – это вообще ни разу не мои 11 лет. Я в это состояние, наверное, был 13 лет, ближе к 14 даже годам. Но вот эти дети растут стремительно. Они по-другому получают информацию. Они получают информацию не только из книжек, а из этой бесконечной лавины всяческих осколков, ошметков, каких-то сообщений в сетях, на улицах, реклам, телевизора, кино, всего-всего-всего. Они живут гораздо более такой насыщенной информационной жизнью. И при этом, вы знаете, многие жалуются, дети мало читают. Вот. Ну, Анька сейчас стала, дочь моя, стала читать, прям стала читать. Я ее никогда не заставляла, и Дашу ее никогда не заставляла читать. Стала сейчас много читать. Но я ей, когда она мало читала, я не беспокоился. Я не верю в это, в то, что вот прочтешь все книжки, значит, как папа с мамой прочли, и будешь хорошим человеком. Да не из-за этого ты будешь хорошим человеком. А сейчас она вдруг сама стала читать. И я за ними, за всеми смотрю. Да нет, они умные, интересные, разные, сложные. Они не такие, как мы. Не надо, как бы, их подгонять под наш стандарт. И нет никакой вот этой... Я не сторонник вот этого сетования, деградация, значит, тик-ток и все прочее. Да ну, ерунда. Господи, кто чем не увлекался? Мы тоже в юности какой-то фигней бесконечной страдали. Да, и сейчас страдаем, потому что какой-то фигней. И они на нас смотрят, думают, господи, чем вы занимаетесь, взрослые. Главное, что они какие-то интересные люди. Интересные, умные, интуитивно умные. А они на вас похожи по характеру или на кого-то? Анька, ну, не знаю, они мне судить, но мне кажется, похожи на меня, да, такая. Ну и на Дашу похожи. Она веселая, она тонкая, она деликатная, что мне очень нравится. Я очень, она тактичная. Очень люблю в людях тактичность. Мне кажется, очень важное, очень высокое качество. Прямо. Вот если говорить об Элите, то прямо вот тактичность, это прям очень круто, когда это есть. Что такое тактичность? Когда ты понимаешь, что чувствует другой человек сам своим сердцем, своим телом. Понимаешь, что чувствует в этот момент другой человек. И тогда ты, какой он может испытывать, боль, неловкость или что-то, и ты не сделаешь чего-то. Вот эта тактичность, это очень круто. А о чем вы, Санечка, говорите обычно? На какие темы? Ну вот она сейчас сочиняет какие-то вещи. Мы с ней обсуждаем ее сочинение, сценарий. Пишет. У нее есть какие-то крутые идеи. И она прямо советуется. Мы с ней какие-то сюжетные ходы, и что-то периодически пытаюсь ей рассказать, как это делается, что это такое. Но вообще она такая самостоятельная, с амбицией большой, поэтому, значит, она рисует, она танцует. Она даже в театральной студии попробовала. Я сначала это испугался, потом посмотрел на результаты. Ну, я как бы боюсь, когда детей впихивают в это актерство, вкривляние, рано такое дело, могущее поломать психику ребенка, и рано его настроить на желание успеха, публики и так далее. Но нет, она как-то так хорошо все это деликатно существовала в этих театральных работах, мне понравилось. Я ее горжусь. Она прямо большая-большая умница, и моя гордость, и любовь большая. Может быть, это папа к дочери, как всегда это бывает, значит, как мама к сыну. Но, может быть, я не объективен, но мне кажется, что она растет очень хорошим человеком. И дай бог у нее, ее таланты, которые я наблюдаю, они разорвутся во что-то, и она найдет себя. Но главное, на самом деле, главное, чтобы она ей была счастлива в жизни. Это самое главное, мне кажется. А вот молодежь, которая, к примеру, посмотрит нашу программу, вы хотели бы что-то сказать молодому поколению? Единственное, что мне кажется важно молодому поколению сказать, их современное общество очень приучает быть обтекаемыми, аккуратными. Мы живем в этом пространстве, где уже все на все обижаются, все очень озабочены тем, как бы где-то что-то неправильное не сказать по отношению к кому-нибудь. Не дай бог кого-нибудь не обидеть. И они растут очень такими обтекаемыми, правильными, такими очень озабоченными тем, что своей карьерой. Ведь это не та обтекаемость, которая их приучает государство. Например, если бы они жили в условно-тоталитарном государстве. Нет, это обтекаемость, которая их приучает общество. И вроде с благими целями приучают. Ну, чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и никто никого не обижал. Но это вырывает у них жало. А жало – это неплохо. Жало жалит, жало собирает нектар. Очень не хочется, чтобы росли поколения оскопленные, стерилизованные. Чтобы среди них не появлялись уже никогда революционеры, бунтари, паразиты, засранцы, мерзавцы. Чтобы среди них не возникали новые Бадлеры, Верлены, Рэмбо, Есенины, Галилеи и прочие. То есть те люди, которые нарушали границы в творчестве. Не надо бегать по улицам с дубинками. Но в творчестве, в науке, в общественной жизни, Господи, надо быть смелыми. Надо не бояться кого-то обидеть. Надо не бояться нарушать правила. Вот это единственное какое-то мое опасение, если можно говорить о моем брюзжании по отношению к молодому поколению. Это вот это. И знаете, очень странная вещь, я наблюдаю детей, в них стало очень мало подростковой компанией. Родители обняются, мы смотрим за ними. Это, кстати, не только мое наблюдение, мы со многими это обсуждаем. Но как-то интерес девочек к мальчикам и мальчиков к девочкам в наше время был более активный, скажем так. Да, был. Какая-то вот эта физиологическая, естественная, сексуальная активность, интерес к этому, к пробуждающемуся телу, чувственность, они были среди подростков. Мы только об этом и говорили, о девочках, мальчики о девочках, девочки о мальчиках. А сейчас они как-то все, так смотришь, собираются компаниями. И никакого друг друга у них интереса нет особого. Ну, так, как-то это, знаете, так. Ну, да, 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 нет, нет, ну, как-то так. Глаз не горит. Не бродят в этих подростковых компаниях эти сексуальные токи, которым посвящено было всегда столько художественных произведений, да, прекрасных даже советских, в советское время фильмов, про вот эти школьные влюбленности, да, про вот эти первые вот эти ощущения. И это, кстати, тоже очень связано, потому что сексуальная энергия – это энергия агрессии. Хорошая агрессия. Ну, вот настоящая человеческая такая хорошая агрессия. Не агрессия физического насилия, а агрессия иного свойства. И они тоже как будто оскопленные в этом отношении, стерилизованные. Вот это меня как бы печалит в молодом поколении. Хорошо. Какое понятие? Это, кстати, я и по актерам вижу. А, живой-неживой, да? По молодым. Ну, какие-то они стали какие-то такие… Импотенты. Ну, да, такие вялые, такие все, такие какие-то в них. Нет вот этой опасности. Опасности хочется от актеров. Приходят они к тебе, хочется опасности. А они все такие, ну, да, ну, хорошие, милые. Ну, в ваших спектаклях опасностей достаточно. И эпатажа достаточно. Я вот хотела спросить, обижает ли вас то, что иногда после первого акта зритель уходит? Нет, не обижает. Расстраивает, если уходит, потому что скучно. Не расстраивает, если уходит, потому что возмущает. Мы в свое время на «Идеальном муже» открыли такую забавную экономику. Уходило 150. Эти 150 приводили за собой там 500-600. Потому что они уходили с таким хлопаньем дверью, с такими возмущениями. Потом своими возмущениями еще делились с огромным количеством людей. Когда, естественно, тебе человек делится. Я вчера такое видел, такое безобразие. Это так возмутительно. Естественно, они хотят пойти и купить билет за любые деньги. Это довольно забавная экономика. Поэтому главное, чтобы не было скучно. Вот если людям скучно, тогда, конечно, это… Ну, проблема зрелища. Другое дело, что бывают сложные, более сложные, более изощренные зрелища, которые не всем понятны. И скука возникает не потому, что зрелище скучное, а потому что оно человеку может быть не очень понятно. Он не очень как бы изощрен в считывании каких-то вещей. Ну, тут уж надо точно продавать, таргетировать продажу билетов, и тогда все будет хорошо. Раньше уходили зрители, а сейчас аншлаги. Что поменялось? Режиссер, драматургия, время. Что поменялось? Бывают и не аншлаги, скажем так. Бывают и сложности. Я как раз очень люблю то время, когда у меня были спектакли, которые вызывали у публики даже моей некоторую такую оторопь. И это что-то он сбринговал. И я очень ищу снова этого времени. И, надеюсь, найду. Но, наверное, работает и то, что имя возникло. Ну, кто-то идет посмотреть на спектакль этого режиссера. Да, наверное, неминуемо входят в тебя уже какие-то навыки профессиональные. Ты знаешь, как здесь застраховаться, как здесь что-то как-то сделать так, чтобы не вызывало излишнее отторжение или что-то. Наверное, все это вместе. Какое-то взросление и отчасти даже старение. Но, дай бог, снова вернутся те времена, когда будут уходить со спектакля с возмущением и хлопая дверь. Я бы очень хотел это. А вы демократичный режиссер или тиран? Нет, я тиран. Как Гончаров? Я думаю, даже хуже. Потому что я не допускаю самостоятельного творчества актеров. Я очень жестко могу с ними разговаривать. У меня очень на площадке жесткие бывают разговоры, беспощадные. Беспощадные именно к актерам, потому что делание роли – это процесс не изучения этой роли и образа, а изучения себя. И мы препарируем друг друга. И я всегда говорю, что репетиционный зал – это такой врачебный кабинет. Поэтому я, кстати, никогда не обсуждаю работы за пределами репетиционного зала с актерами. Это такая этика, и я с ними это оговариваю. Это жесткая вещь. То есть ко мне нельзя подойти в коридоре и сказать, «Константин Юрьевич, вот у меня пароль, и здесь такое соображение». Нет, пожалуйста, в репетиционный зал. Там мы это обсудим. Но это зато гарантирует, что вот этот репетиционный зал действительно ощущается как такой врачебный кабинет. И это врачебная тайна – то, что происходит там. Никогда это не будет выноситься на публику. Потому что там могут быть очень, ну, такие откровенные и неприятные вещи. Но это делается для того, чтобы люди прорвались в роли в создании того или иного образа. И в рисунке роли я тоже не допускаю никаких импровизаций. Роль очень тщательно застраивается, прямо до миллиметра. Очень тщательно выверяется текст. Актер может прийти ко мне с предложением. Ну, как бы, да. Будет оно принято в 99% случаев нет. Я считаю, что актер – это инструмент мой. Это краска. У него есть свой интерес в его профессии, свои радости. Но мне необходим актер, который готов смириться с тем, что он ничего не знает, ничего не может. И что он приходит на площадку чистым, в том числе и от своих навыков, и от своего предыдущего опыта, и от своих предыдущих успехов, в том числе, или неуспехов. Он должен прийти чистым. Или он должен быть готов к тому, что я ему вычищу мозги от всего, что у него было до того. Какие вам свойственны негативные эмоции? – Гнев. Гнев очень сильная во мне эмоция. Вспыльчив очень крайне. Нетерпелив. Тоже это связано с гневом и вспыльчивостью. Ревнив. – О. – Да. Ревнив. Но вот, пожалуй, вот эти... Ленив. Тоже есть такая вещь. – А склонны ли вы к эмпатии и состраданию? – Внешним проявлением нет. Внешне я не сострадателен. Можно даже сказать, жесток. По отношению к окружающему миру. Это не значит, что я кому-то там не помогу или что-то не сделаю. Я предпочитаю не позволять организму тратить эмоции. На это. Это ослабляет меня. Ну, таков мой рецепт жизни. Наверное, поздно его менять. Это, наверное, формирует отчасти то, что я делаю. – А вы чувствуете себя особым человеком, который формирует какую-то миссию? – Ну, скажем так, я чувствую, что я могу, чувствую, знаю и понимаю больше, чем многие другие. И во мне есть энергия это реализовывать и сила достигать этих целей и реализовывать эти идеи. Можно ли назвать это своим ощущением какой-то избранность? Не знаю. Но это глупо так, как говорит. Но, конечно же, внутренне я мотивирован неким ощущением своего права в силу ощущения своего понимания, знания и так далее. Да, я чувствую за собой право. – А есть ли у вас в Москве места силы? Где вам нравится прогуливаться, вдохновляться? – Ну, вот я здесь вырос недалеко от театра. Это Тверской бульвар, Гнезняковский переулок, где я родился, Большой Гнезняковский. Вот вокруг Махата Горького, Бронны, Апатрики – это все район моего детства. Все, что связано с этим, когда мне одиноко, плохо, и что-то, наверное, это те места, в которых я предпочту бродить, а не где-то еще. Не знаю, можно ли назвать это местом силы, но вот здесь, как бы, я чувствую себя немножечко дома, даже будучи на улице. А конкретные какие-то дома, там, что-то, наверное, нет. Я вообще довольно бродяжный человек в том смысле, что я независим от каких-то материальных вещей, там, вот, чтобы был дом, постоянное место жительства, и я к нему прикипаю. Ну, дом для меня связан с человеком, родным человеком. Но, с другой стороны, город Москва, вот без нее, без Москвы я не могу. Я много раз пытался работать, репетировать в других городах, для меня это всегда огромное мучение. Долгое пребывание, постоянное в другом городе. Я несколько раз даже работы бросал и за рубежа бежал. Так было с Варшавой, с Краколом, с Германией, Франкфуртом. Я сбегал из театров, мне становилось физически плохо и не мог долго находиться вне Москвы, вне вот этой возможности вот выйти вечером, идти по городу. Я даже, не то чтобы, там, много друзей или как-то, да, дело же не в том, что это вот социальные связи, но само это ощущение того, что, вот как-то не банально звучит, здесь живут мои друзья и дыхание затаят. Вот это ощущение движения по городу, а здесь живут где-то мои друзья и, может быть, я к ним не зайду, но они здесь, да, как родители. Вот они есть, вот они вот там, вот на этой улице, в этом доме, да, я всегда могу прийти. А как вам легче творится, когда, днем или ночью? Я пишу утром рано, я могу встать в 6 утра и сидеть часа 3 писать. Или поздно-поздно вечером, когда все легли спать. Мне, когда я пишу, очень важно, чтобы вокруг меня как бы было ощущение, что все спят и я один в мире. Это странное, наверное, такое ощущение, но это такое важное. Поэтому я очень люблю для писания текстов вот этот момент, когда все дома, но все спят. А репетирую я в любое время, дня и суток. Это как энергия, главное, чтобы была, а она возникает то там, то там, то там. Я сплю вообще мало, так, 5-6 часов в день. Вот это мой сон. У вас возник новый проект «Фаустус». Да. Можете рассказать немного о нем? Когда я пришел в театр, надо было помогать театру, театру совсем не было денег. И совсем было плохо с финансами, и спектакль очень мало собирали, и просто не было денег. на которые нужно было бы делать спектакли. А театр без новых спектаклей просто погибает. Это невозможно все время играть старый репертуар. Мы сначала создали фонд, фонд Михоэлса, и стали аккумулировать туда деньги бизнеса. Туда пришли деньги бизнеса, мы стали на них делать спектакли, закупать какое-то оборудование, обновлять. Город на бюджетные средства ремонтирует театр. А вот мы как-то решили с этой стороны, с стороны бизнеса, помочь театру. Дальше, ну, как бы, надо как-то давать возможность этому фонду существовать на постоянной основе, не просто разово аккумулировать деньги бизнеса, чтобы они перетекали в театр, но и как бы подтягивать средства, потому что театр всегда такое дело, он не окупается, он нуждается в дополнительном финансировании. И мы придумали такой клуб при фонде, который тоже будет аккумулировать деньги. Люди покупают членство в этом клубе. И эти деньги идут в фонд, а из фонда в театр. Важно подчеркнуть, что в уставе фонда есть такая позиция, что фонд не зарабатывает деньги, он не извлекает никакой прибыли и не имеет права на извлечение прибыли, а должен все деньги направлять на поддержку театра, на Малой Бронной или в проекты современного театра. Люди, которые будут приходить туда, они будут получать доступ к репетициям, они смогут наблюдать. Они будут получать доступ к репетициям, с одной стороны, к процессу в театре. Они получат экспертное наше мнение, если им нужна какая-то экспертиза. Они будут участвовать, например, вот в такой активности, это особая активность, как психологические тренинги. Такая странная вещь. На самом деле распространенная в психологии, но здесь, наверное, впервые это делает не психолог, а профессиональный режиссер. Мы соберем из членов клуба две группы, там по 70 человек. И я с ними в течение сезона, взяв пьесы, Достоевского роман, сценировку и Чехова. Сделав из них распределение, мы будем с ними репетировать. И они окажутся внутри процесса. Не для того, чтобы сделать спектакль. Не для того, чтобы они потом вышли на сцену, значит, и пробубнили текст. Не очень талантливо. А для того, чтобы они зашли вот в этот процесс репетиционный, и это связано с тем, что мой репетиционный процесс – это очень серьезный и сложный психологический тренинг. И мне кажется, он очень много психологически дает людям, которые в него заходят. Он освобождает. Это связано с моей особенностью работы с актерами и работой над ролью. И вот люди, которые погружаться будут в это, они будут проходить через сложный, интересный, может быть, опасный, вот это самое слово, для них какой-то процесс, который даст им возможность, наверное, по-другому на себя посмотреть, обучиться неким психическим технологиям, анализа реальности, анализа поведения другого человека и неким манипулятивным навыкам. Потому что, конечно же, это связано с манипуляциями, манипуляциями человеческой психикой и психикой партнера, и партнерское взаимодействие, партнерское взаимодействие и психикой зрителя. Мне кажется, они получат какой-то новый взгляд на себя, потому что актеры, которые ко мне приходят, конечно же, они, выходя из репетиционного процесса, мне кажется, очень меняют свои ощущения самих себя, высвобождают из себя каких-то демонов, почему клуб и назван «Фаустус». Легенда о Фаустусе. Изначально это был доктор Фаустус, который, значит, то ли прохинди, то ли гений, то ли ученый, то ли шарлатан, ищущий человек. Потом из этого Фаустуса родился Фауст Гетовский. Так и Фауст был человеком, который искал. Искал, искал в мире вокруг себя, искал в себе. И это такая история, члены нашего клуба, они не то чтобы вызывают дьявола, чтобы он их правил, они вызывают некоего внутреннего дьявола в себе. Они как бы сами к себе направляют запрос о путешествии, внутрь себя, о каких-то открытиях. Вот. И как и Фаусте, тот, кто ищет, тот спасется. Фауст, все-таки это великая история Фауста, человека, который продал душу дьяволу, не потому что хотел материальной выгоды, а потому что хотел познать мир. Это очень интересно. Возвращаясь к теме дьявольского и ангельского, я позволю себе прочесть цитату чилийского философа Дарьо Салас Саммера. Он в своей книге «Говорят маги» пишет, «Хомо сапиенс – это непостоянное, противоречивое и подверженное страстям создание. Воплощает в себе самые разнообразные тенденции. Он то возносится к высотам доброты, любви и жертвенности, то погружается в глубины зверства и зла. Человеческое существо – это человек и зверь одновременно. Его я находится в постоянном и непрерывном колебании между двумя этими полюсами – животным и божественным». Как вы относитесь к этим словам? Ну, правда, так и есть. Есть вполне себе юнгианские слова. Эти колебания – это, мне кажется, определяющая вообще вещь, баланс между этими определяющими вещами. Без одного не будет другого, я в этом, собственно, уверен. Поэтому я, кстати, считаю, что не надо бояться темной страны. Человеку ее надо изучать. Тьмы боится тот, кто боится встретить там демонов. А если демонов нету, то не надо бояться тьмы. Если человек здоров, психически, душевно, он может заходить в эту тьму. Поэтому надо читать Достоевского, хотя, казалось бы, там столько тьмы в нем, но и света очень много. И пищи для ума очень много, и пищи для сердца очень много. Нельзя бояться заходить в эти вещи. Поэтому, ну да, конечно, это и основа театра. Как раз возвращаясь к разговору про кафедру, невозможно говорить все время о человеке как об ангеле. Надо говорить и о человеке, как и о сосуде, в котором и зло есть, и его очень много, и тьма есть, и ее очень много. И надо всматриваться в эту тьму. Надо. Не для того, чтобы глаз привык к ней и в ней жить, но для того, чтобы не пугаться ее, когда она встретится. Не пугаться. Это очень важно. Иные думают, что если всматриваться в тьму, то глаз привыкнет к этой тьме, и все, и дальше будем в этой тьме жить. Нет. Просто надо не бояться этого. Константин, а есть ли смысл в жизни? Судьба, Бог. Я не думаю о вопросах, которые я знаю, что у меня нет ответа. Вот я для себя так поставил. Это парализует. Если начинать рефлексировать, есть ли смысл в жизни, ну а если его нет? А если он есть? Так я и живу. Я и живу. Я же живу. Значит, я куда-то работаю. Я не сижу на стуле и, значит, плюю в потолок бесконечно. Я все время работаю. Я что-то делаю. Я проживаю свою жизнь. Я влюбляюсь, что-то сочиняю. Я кому-то помогаю. Я что-то переживаю. Я за что-то себя упрекаю. Это жизнь. И внутри этой жизни, внутри этого набора действий, эмоций, наверное, кроется какой-то смысл. Просто, ну, зачем мне его формулировать? Я его не хочу формулировать. Я вот живу, чувствую, что вот я чему-то сочувствую и хочу помочь. Вот я же это не соотношусь с каким-то высоким смыслом. Я вот сейчас это чувствую и это делаю. А чего-то боюсь и думаю, блин, недостойно бояться. Надо преодолеть страх. Преодолеваю его, допустим. Или наоборот, что-то боюсь и думаю, и правильно, что боюсь, это меня от чего-то спасет и убережет, и бегу от этого. То есть, это жизнь. Она жизнь, как бы, внутри обстоятельств конкретных, сиюминутных, сегодняшних. Я надеюсь, что мне от мамы с папой даны какие-то качества, которые позволяют мне в каждой конкретной ситуации делать, ну, какой-то, наверное, глобально правильный выбор. Но это интуитивно все равно. И я этому доверяю. Вы бы хотели иметь такого друга, как вы? Ну, а зачем мне такой друг? Я вот есть у себя. Нет, ну, если бы... Я есть у себя и я определенным образом устроен. Мне бы это не помогло. Но я всегда готов быть человеком, который может что-то посоветовать кому-то. Не знаю, там, я это готов всегда делать бескорыстно. Но мне, наверное, какая-то помощь не помогла бы. Хотя, конечно же, как любому человеку, наверное, мне нужно понимание. Ну. И какое-то терпение. Вот это, пожалуй, то, что... На что у меня большой запрос, это терпение по отношению ко мне. Потому что я понимаю, что я, как бы, непростой человек, наверное, и эмоциональный, и психофизический, и интеллектуальный, и непростой человек. У меня свои есть завихрения, своя какая-то организация. Я бы хотел, чтобы меня старались терпеть и очень благодарен, когда это терпение есть. И я очень готов меняться. Я вообще очень, на самом деле, меняющийся человек. Если я понимаю, что эти мои изменения, они... Не то, чтобы за них есть благодарность, но... Что они понимаемы другим человеком. Скажите, пожалуйста, вы какое понимание вкладываете в слово любовь? Свобода. Что я имею в виду? Что... Мне кажется, что любовь, она освобождает человека. Один человек может наложить на любимого путы, гири. и это все кончится плохо. И не будет от любови. Будет это зависимость, и будет это владение. А когда любящий человек дарит другому человеку ощущение свободы, полета, безопасного, надежного полета, понимаете, да? Не полета как бы беспорядочного, гормонального, а вот этого ощущения какой-то невероятной свободы и легкости, когда ты будешь поддержан, ты будешь подстрахован. Это же не отменяет и серьезности, и строгости какой-то, и требовательности. Но в этом не должно быть обременения. Поэтому, как ни странно, в слово любовь я вкладываю слово свобода как ощущение свободы того человека, которого любят и который любят. Скажите, а что вам нравится в Ксении как в женщине? Женщина. Она женщина. Она очень-очень женщина. и это ее женская составляющая не отменяет в ней профессиональных всяческих качеств. Но она очень женщина. И мне кажется, как и в любом человеке, и в женщине в том числе, в любви все прекрасные качества расцветают, все какие-то может быть негативные уходят куда-то, прячется. Потому что боятся этого света. Вот. Поэтому Ксения прекрасная женщина. Это мне нравится. А уж какой она человек, я тоже могу говорить бесконечно. Но это целая передача про это будет. Вы оба эмоциональные люди. И если ваша вторая половина нервничает или ведет себя как-то агрессивно, как вы утешаете или не меряетесь с этим? Как вы ведетесь? Вы знаете, мы очень эмоциональны, но за то время, которое мы вместе, мы как будто посмотрели друг на друга как в зеркало и увидели себя в другом. И это очень помогло. Потому что мы очень похожи. Эта похожесть очень помогла осознать, какой ты и соответственно найти ключи и правильный подход к близкому человеку. Потому что то, что требуется нам, то мы должны давать другим людям. И здесь это идеальная ситуация. Потому что мы правда безумно похожи. я так понимаю, что у вас не была любовь с первого взгляда. В какой момент вы почувствовали, что хотите быть рядом с этой женщиной? Да мы общались долго как-то вот телефонно практически общались. По делам, по я не знаю, там каким-то творческим, вообще просто обмен мнениями. И как-то это все энергетически очень завязывалось. То есть это завязывалось сначала на каких-то энергиях на схожем юморе, схожем понимании жизни, схожих оценках, схожей философии какой-то. И вот это вот как раз момент какого-то странного такого, знаете, как бывает какой-то запыленный или значит какая-то история, ты медленно очищаешь или в земле находишь что-то медленно расчищаешь, а там прекрасная картина. И мне кажется мы так сначала проходили друг мимо друга, а потом вдруг как-то так пригляделись и стали счищать друг с друга какую-то вот эту пыль внешних каких-то штампов, которыми нас воспринимают и которыми мы себя презентуем в мире. И так это стало происходить, пока не как-то взорвалось каким-то чувством. А вы можете говорить со своей супругой обо всем или есть табуированные темы какие-то? Не знаю. Я вообще очень скрытный человек и очень многие вещи предпочитаю в себе решать, не обременять кого-то этими вещами, потому что когда ты что-то исповедуешься в чем-то или как-то делишься чем-то, ты все равно у тебя есть ощущение, что ты можешь обременить другого человека это моя скорее проблема, что я не доверяю тому, что близкий человек может испытывать радость помочь мне или выслушать меня. Но я тоже над этим работаю, это же вопрос доверия. Не думаю, что я все могу доверить близкому человеку, не потому, что я не доверяю близкому человеку, потому, что я привык в общем как бы сам собой решать все это. Убережете. И да, и еще не уверен в том, что другому человеку это может быть вообще интересно. Но в течение жизни с Ксенией постепенно в это недоверие этот страх уходит. Вы говорили, что вы ревнивый человек, а если Ксения, к примеру, будет флиртовать, как вы с другим мужчиной, с другим с другим. Мы все флиртуем. Это прекрасная страна жизни флирт. Без нее нету какого-то простого жизнелюбия. Женщина должна нравиться, должна хотеть нравиться. И этим можно только любоваться, когда женщина рада себе, довольна собой и нравится другим. Поэтому я к этому легко отношусь. Нет, моя ревность, она же ревность это такая порочная вещь. Она от слабости. Поэтому чем больше силы тебе и уверенность дарит близкий человек, тем менее ты ревнив. Вот я могу сказать, что мне Ксения дарит много силы и уверенности. Это и есть какое-то ощущение тоже свободы и покоя. Свободы от собственных демонов. каких-то каких-то... Вы больше романтик или прагматик? Романтик. Больше романтик. Однозначно. Что для вас в отношениях самое ценное? Доверие, нежность, страсть, свобода? Юмор. Юмор, игра. Мне кажется, что чем дольше люди сохраняют в отношениях юмор и игровое состояние, тем крепче их отношения будут. Вы участвуете в организации домашнего быта? Что-нибудь делаете? Очень мало плохо. Это мой порог. Я с бытом очень плохо обращаюсь. А кто решает эти проблемы? Ну, Ксения занимается какими-то выбором того, что лучше, что хуже, что красивее, что правильнее в доме должно стоять, что неправильно должно стоять в доме. Притом, что я дикий аккуратист. Я, например, есть люди, которые помогают по дому, но я не в состоянии оставить грязную посуду, я сам ее помою обязательно и приберусь часто по дому сам, потому что у меня такая маниакалка на аккуратность и на порядок в доме, но в принципе все равно я с бытом довольно плохо взаимодействую. Да, и времени маловато, я думаю. Ну, время бывает, но все равно. Тут вступает другой порог, о котором я говорил, лень. Когда вы рядом со своей женой, другие женщины для вас исчезают? Ну, вы знаете, для меня другие женщины в принципе по жизни с моей женой они существуют как украшения, а не как объект желания. Поэтому я люблю красивые женщины, они всегда важны и нужны, как важны цветы, как важна любая эстетика, да, но как объекты желания, естественно, у них не существует. не в тот момент, когда Ксения рядом, а в принципе, потому что мы с Ксенией. А кто ваши духовные и творческие учителя? Вот здесь, к примеру, ставил спектакль «Эфрос». Это один из первых театров, которые я посетила, приехав в Москву. Я смотрела здесь, женить был. Тут удивительные люди работали, и у вас, вероятно, тоже есть духовные учителя или творческие учители. Я вам так скажу. У меня есть, у меня в жизни там был учитель литературы, в четвертом классе он пришел в школу, Виктор Владимирович Ремезов. Он пришел в школу и сделал так, что мы в классе стали писать стихи, рассказы, издавали два журнала, один назывался «Творчество», другой «Зеркало». В четвертом классе стали это делать. Он два года пробовал в школе, естественно, он не жился с другими учителями, естественно, его как бы выдавили, в общем, мы даже ходили, писали, значит, коллективное письмо к директору, дети, значит, пятиклашки ходили к директору, значит, с таким письмом, если Виктор Владимирович идет из школы, то мы тоже все уйдем из школы. Директор с нами вел какую-то умиротворяющую беседу, Виктор Владимирович ушел, но я всегда его помню, тот человек, который во мне разбудил желание писать. А второй в моей жизни человек очень важный, это Ольга Ивановна Татаринова, которая руководила студией Кипарисовый Ларец в Дворце пионеров, который на улице Фадеева, ближе к Белорусскому вокзалу, там такой Дворец пионеров, там такая была студия литературная. Тут, кстати, много вышло ребят, но в частности вот Мария Степанова, замечательная писатель, поэт, она тоже там занималась Ольга Ивановна. Ольга Ивановна была писателем, переводчиком, специалистом по поэзии, и существенная часть моего детства прошла от пятницы до пятницы, когда я бегал туда к пяти часам вечера, значит, и там собирались ребята другие, мы читали друг другу свои стихи и обсуждали, и говорили о литературе, о творчестве, вот, и о жизни. Ну вот, пожалуй, эти двое людей, а так, мама с папой. Вот, мама с папой, это семья, это все, и я думаю, что, глядя на маму с папой, я всему и обучался в этой жизни и становился таким, какой я есть. Конечно, есть Гончаров, ну что такое Гончаров, мой мастер, театральный мастер, Андрей Александрович Гончаров, художественный руководитель театра Маяковского, долгие-долгие годы, когда-то был здесь руководителем театра в течение нескольких лет. Это был его первый театр, который его назначили руководителем. Что такое Гончаров в моей жизни, это присутствие какой-то огромный, это вулкан, вот ты побывал на вулкане, я не знаю, ты побывал рядом с атомной какой-то турбиной, то есть ты напитался, ты увидел, как это бывает в человеке. И это на тебя обрушивалось, такое количество гнева, ярости, неспокойствия, одновременно любви, юмора, несправедливости. Гончаров тоже был в какой-то смысле такой великий диктатор, человек, прошедший через какие-то невероятные вещи. Я понял, что такое вот, когда Сталина хоронят, когда ты диктатора хоронят. Потому что я помню, я стоял у его гроба и испытывал то же ощущение, как когда он входил в репетиционный зал, в Маяковке мы занимались на малой сцене, театр Маяковский, вот он выходил, у нас по вторникам были занятия, в своей шаляпинской, значит, шубе с воротником, с такой шапкой, значит, шаляпинской, с тростью. И страшно было так, ну вот, и это было так страшно, почему бы, это было безумно страшно. Константин, вы часто иронизируете в адрес столичной богемы, и при этом сами очень часто участие в светских разных мероприятиях. Как это выживается, расскажите. Ну, слушайте, и Швеция, и Жнец, и Дудей, и Греция. Театр такое дело, где надо и себя сохранить, и уметь понравиться. Это, вот, что такое выход на сцену? Это умение сохранить себя, потому что, если ты не сохранишь себя, ты не будешь никому интересен, ты потеряешь талант. Ну, и нравится надо, потому что это делать же не, ты же не в стол это делаешь, как писатель может вписать там в стол стихотворение. Ты это вот делаешь для публики. 800 человек сидит в зале, они билеты покупают, и они не придут снова, если ты им не понравишься. Поэтому это какое-то странное такое балансирование. Ну, и в этом деле тоже, слушайте, ну, это моя публика отчасти, и это ресурсы отчасти, это моя работа отчасти. Посещать эти, значит, светские мероприятия. И при этом надо суметь сохранить себя, поэтому надо сохранить иронию, надо сохранять смех над ними, как бы, да, конечно, уже, если этого не будет, ну, как бы, тогда ты поглупеешь стремительно, станешь идиотом, значит, да, и все. А так, как бы, вроде и так, и сяк, и как-то так, между струйками, вроде, существуешь. А вы помните, когда вы заработали свой первый гонорар? За что и куда потратили? Фильм «Гапсек» в 12 лет, я снялся, значит, меня знакомы моих родителей, Александр Орлов, режиссер, который снял когда-то «Женщина, которая поет», он снял, значит, меня увидел, читающим, кстати, такой был детский концерт, значит, там было много народу на дачу, наших знакомых, там был Фазиль Скандер, Памала Борисовна Покровская, которую я знаю тоже с 10 лет, наверное, еще там были, Коковкин и наши знакомые, Саня, Скандер Коковкин, Саня Родионовой, такие театрально-писательская компания, и какой-то, и вот Саша Орлов был с своей супругой, Алла Будницкой, и он увидел, значит, детский концерт, и я там на этом детском концерте читал очень какие-то такие драматические стихи, и он позвал меня сыграть роль в фильме «Габсек», который он собирался делать по Бальзаку. Татосов играл Габсека, Борис Плотников замечательно, покойный, к сожалению, вот ковид унес. Этот человек, выдающийся артист, играл моего отца, я его граф, его сына, сына графа, значит, какого-то жабо, каких-то, значит, снимал при этом это на студии «Молдовафильм», я приехал с отцом, значит, своим из спецунда, где мы отдыхали в доме ТОРШ-Союзским интеграфистов, приехал, загорелый и начал облизать. У меня, значит, гримеры замазывали какие-то облизающие пятна, значит, вот. Соответственно, это был мой первый гонорар. Потом я приехал озвучивать на Ленфильм эту историю, потом этот фильм вышел, вот он есть где-то в сети, мне там 12 лет, и это был мой первый гонорар. А потом уже это был университет, я учился на филологии и подвязался писать рекламные ролики, такая была мастерская рекламного фильма, там работали Максим Пинскер, Егор Шаков, я помню этих ребят, и они меня взяли, значит, там за креативность какую-то сочинять какие-то рекламные ролики, я что-то там сочинял, то радио, то видео, то какие-то слоганы, ну и вот это были какие-то первые гонорары, а потом уже этим занимался долгое время, а потом уже когда в ГИТИСе театр, уже какие-то мероприятия, ивенты, значит, ну и театральные постановки первые. А деньги? В ГИТИСе я театром стал зарабатывать очень существенно спустя. Ага. А в долг вы даете деньги? Да. Возвращают? Ну да. Хорошо вам. Ну как-то я же не даю так деньги в долг, как бы, типа, если благотворительность, я понимаю, что это благотворительность, а если как бы в долг, ну естественно, и я беру в долг и возвращаю, ну что. А в семье у вас общий бюджет? Ну у нас, нет, у нас мы все-таки, мы каждый за себя как бы платим, а есть какая-то скидываетесь на общие покупки. Есть какие-то общие, естественно, да, траты. А так я к деньгам как-то, я никогда с деньгами, честно говоря, не умел сильно обращаться. Я очень поздно стал зарабатывать театр благодаря Табакову. Вот Табаков это человек, который умел зарабатывать театром и любил деньги, понимал, что такое деньги и платил, действительно платил художником, старался платить. И поощрял, и свои какие-то премии раздавал, личные деньги. Вообще был невероятно в этом отношении щедрый, щедрый человек. Вот купец. Вот в Табакове было какое-то прекрасное русское купеческое ощущение. Он был и скупердяй, и абсолютно щедрый. То есть он в какой-то момент считал копейку до прям какого-то ненормального состояния, значит, а где-то прям широким... Давал премии, я знаю, артистам, подарки дарил. широким каким-то жестом раздавал деньги. В общем, с приходом в Табакерку сначала, потом в Амхат, у меня пришло некое ощущение такого, что театром действительно можно ну, как бы заниматься, не где-то бесконечно подрабатывая, подрабатывая, подрабатывая. Табаков давал возможность людям, которые занимаются театром, действительно просто заниматься театром и не искать приработков бесконечно. Это в нем было феноменальное, уникальное менеджерское качество. Таких я людей, менеджеров театров не встречал. Чтобы они настолько брали людей, которые у них работали, под крыло. Фантастический был менеджер. Есть ли у вас вредные привычки? Какие ваши отношения к ним? Вы с ними боретесь или принимаете их? Вредные привычки? Да нет, я бы так не сказал. Курить я могу курить, могу не курить. Пить я могу пить, могу не пить. До состояния невминоза я никогда не упиваюсь. Наркотики я вообще в своей жизни никогда не принимал. Я даже траву не курил никогда. у меня в этом отношении организм чистый. очень брезгливо отношусь к этой зоне. Я не принимаю категорически в людях любую форму. Особенно это не просто находясь в светском обществе, где все так или иначе балуются этим делом. Для меня это нет. Поэтому атак вредные привычки? Да нет вредных по-моему честно говоря на мой взгляд нет. А спорт есть в вашей жизни? Есть был. Что-то я переболел ковидом какое-то время назад. И надо сказать сильно это меня внутренне подкосило физически. То есть я перестал заниматься спортом. У меня организм как бы не хочет заниматься спортом. Это одно из последствий странных. Это малоприятные истории. Хотя у меня не было ни поражения легких, не терял я ни запаха, ничего. То есть не было депрессивное состояние. А так я всегда занимался теннисом. Я же с 7 лет профессионально занимался теннисом. Лет до 12 ездил по соревнованиям даже по стране. Кисловодск, Киев, Львов, Петербург, Сочи. Все было. Потом бросил, сказал родителям, что надоел, не хочу тренироваться, не мое. отстаньте. Точно так же потом пытался заставить Анну Константинову заниматься теннисом. Естественно, вся эта вечная история проекции родительских амбиций не реализована. Ребенок мне точно так же сказал, не хочу, надоело. И мы ее отпустили с этого дела, не стали ее заставлять. Прекрасно. Все, я про них забыл. И я ужасно не люблю просто ходить, бегать, просто всякие силовые упражнения. это не мое. А вот футбол, теннис, вот это все играть, соревновательность, это я обожаю. А для вас важно, чтобы ваша вторая половина тоже вела здоровый образ жизни и тоже занималась спортом? Нет, очень не важно. Не важно? Нет, у меня вообще к второй половине нет никаких требований. Я люблю и люблю. А что там, что я люблю, что ли, спорт, что она занимается спортом, или люблю, что она, что там, как-то. Люблю и люблю. А нравится вам бывать в шумных компаниях, и вы там в центре внимания или наблюдатель? Нет, я не люблю бывать в шумных компаниях. Для того, чтобы мне расслабиться, мне надо там выпить обязательно. И я могу тогда захватить центр внимания, но для меня это скорее неорганично, чем органично. Я люблю тишину, я люблю, в общем, как бы изолированность какую-то. Я не тусовочный человек. Кажется, что я тусовочный, может казаться. Вот Ксения, например, первое время думала, что я тусовочный человек по неким таким, зная меня со стороны. А потом вдруг изумилась и поняла, что я абсолютно не тусовочный, что там, закончив работу, я предпочитаю ехать домой. И для меня, в общем, иногда сидение по всяким тусовкам это труд. А какое ваше любимое блюдо и от чего вы не можете отказаться? А я люблю простую еду. Я вот очень люблю, когда есть простые натуральные продукты. вот я обожаю грузинскую кухню, например, просто хорошо приготовленное мясо там, да, или овощи, хорошо, прям, вот хорошие овощи такие натуральные, да, или гриль, там, рыба, или все это, вот селедка с картошкой, вот это все, это самое сало с черным хлебом. это самое на подводочку, это самое прямо прекрасное, что может быть на свете. Я вот этого всего молекулярного, сложного, навороченного, значит, какого-то артхаусного еды, вот этой, я ее не, 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 ну, как бы я могу ее съесть, но я как бы не понимаю, что я ем. Ну, что это такое? А система есть какая-то в питании? Нет, я, ну, там, если я поднабираю вес, я возвращаюсь, там, 16 на 8, условно говоря, да, 16 часов не ем, 8 часов ем, а так нет, слушайте, я обожаю мороженое, я могу приехать домой, и вечером у меня морозилка, чтобы была набита мороженым, я могу вместо ужина сожрать, там, 5-6 стаканчиков, там, две пачки пломбира, залить их вареньем, так, чтобы это было по самой непонкой, прекратите немедленно, и на ночь, и на ночь уплести, это прям, это невозможное счастье, особенно после стресса, после всего, вот, ничего не нужно, чтобы снять стресс, просто вот, кладешь перед собой две пачки этого пломбира, вареньем заливаешь, и все, или творог, чтобы со сгущенкой, вот, много-много сгущенки, вот так, чтобы прямо залить весь творог, хороший деревенский творог, с хорошей сметанкой, жирной, сметану, можно с сахаром тогда тоже ее все залить, это как в детстве были эти бутерброды, на черный хлеб, да, помните это, да, смета, сметану и сахар, 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 это прям, и вот счастье, ничего вкуснее, это на самом деле, нет, все остальное, это от лукавого. Да, это мое детство, пирожные с детства, это черный хлеб, точно же, как итальянская кухня, ну, что может быть прекраснее, в Италию приехав, сожрать вот прямо натуральные, самые натуральные, чтобы вот сыр был хороший, итальянский, вот свежий, фермерский сыр, вот, да, непривезенный, замороженный, привезенный, значит, на самолете или поездом или как-нибудь, откуда-то, да, и свежие овощи, и, конечно, паста, прям натуральная, хорошая, морские продукты, вот я тоже, ну, как бы, в Москве много сейчас хороших рыбных ресторанов, но все равно, ты приезжаешь туда, на море, и морские продукты, вот, которые здесь выловлены, вот здесь прямо, это не сравнимо, вообще. Это очень вкусно, я не могу больше это слушать, у меня есть несколько вопросов к вам, коротких, что вы порекомендуете зрителям канала «Начало», какую книгу прочесть? У меня есть одна книга, которой я восхищался, восхищаюсь и буду восхищаться, и всегда ее рекомендую, это книга Гелилова, значит, игра об Уильяме Шекспире, это книга, которая рассказывает о том, кто же на самом деле писал шекспировские тексты. Это невероятный, крутиший детектив. Спасибо. Какой фильм посмотреть? Содержанки? Нет. Какой? Любой фильм Вуди Алина, Матчпоинт, Манхэттен, или другие, я обожаю Вуди Алина. Когда мне надо душою отдохнуть, вот я прямо ставлю себе Вуди Алина и смотрю. Это мое счастье. На какой спектакль сходить? Оптимистическая трагедия. Слушайте, просто приходите на спектакли. Я на Мудреца хочу к вам прийти. Я вас уже пригласил, вы уже идете. Так, приходите и на Мудреца в Театр Наций, будет набронный спектакль, я надеюсь, весной, Таня по Арбузову, и будет во Мхате Чехова Оптимистическая трагедия, и будет еще много планов, просто следить за афишей. Хорошо. Какую музыку послушать? Вы знаете, я сейчас переслушиваю Градского, так как вот случилось. Понимаю. И иногда понимаешь, что ты живешь рядом с каким-то выдающимся явлением, и относишься к этому как к какому-то рядовому чему-то. Почему я не переслушивал, как он поет долгие годы? Почему мы только, когда смерть возникает, вдруг открываем эти записи фантастические? А так, я не меломан. И, честно говоря, я не слушаю музыку для, вот когда мне надо как-то так, для эмоций. Я слушаю музыку только для работы, для оформления спектаклей. Константин, спасибо огромное. Спасибо. Было невероятно интересно. Я заслушалась. Спасибо. Спасибо. А мне было очень приятно и легко, что важно всегда. Спасибо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!